Бисмиллаху, альхамду лиллаху, ассалату, ассаламу аля, расулиллаху, ва ба'ат, ассаламу алейкум, арахматуллаху, дорогие братья, сёстры, мусульмане, я поздравляю вас всех с этим благословенным праздником, Аид Аль-Адха, праздник жертвоприношения, также известный как праздник Курбан-Байрам, допримет Аллах наши с вами благие деяния в эти дни и в предшествующие дни, Да примет Аллах наши с вами жертвоприношения, да примет Аллах от нас и от вас. Я поздравляю вас всех с этим праздником, желаю, чтобы эти праздничные дни вы провели в праздничной атмосфере вместе со своими семьями, и это просто архиважно для тех мусульман, которые проживают сегодня за пределами своих земель, не на своей родине. На чужбине, там где нет возможностей полноценно, как и полагается, праздновать эти дни, там очень важно, чтобы не забыть, чтобы дети, которые здесь у нас воспитываются, Чтобы они понимали, что это один из двух главных праздников, двух и единственных повторяющихся праздников мусульман. А потерять это понимание очень легко, когда эта атмосфера не поддерживается, ведь на нашей с вами родине, в Чечне, на Кавказе, в эти дни обычная жизнь, она в принципе замирает, начинается празднование. Все люди ездят в гости друг к другу, все бывают, все имеют радостные настроения, праздничная атмосфера, застолья, везде накрытые столы, все встречают гостей, сами ездят в гости, родственники встречаются, друзья, односельчане. Люди на празднование, то есть для совершения праздничной молитвы идут в мечеть и собираются там огромным количеством. Здесь большинство из того, что я сейчас перечислил, всего этого мы здесь лишены за пределами. Поэтому наши дети, если мы не будем создавать для них условия праздника, если мы не будем у себя дома накрывать столы, наряжать этих детей, обучать их тому, что в этот день нужно посещать родственников, звонить им в конце до конца, поздравлять их. Как-то создавать праздничную атмосферу, если мы с вами не будем, то они потеряют связь с этими важнейшими праздниками. А следующее поколение и вовсе уже не будет воспринимать это как праздник. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами уделяли максимальное внимание этому и в общем праздновали эти праздники. Я желаю нам всем возможности, будучи свободными на своей родине, встречать эти праздники, отмечать их, праздновать. К сожалению, мы сегодня лишены, многие из нас лишены этой возможности, но на всю волю Аллаха и по Его воле, по Его милости, иншаллах, мы сможем праздновать эти праздники у себя на родине, будучи свободными, будучи хозяевами на своих землях. Я также вам напоминаю, что вообще праздник жертвоприношения был вчера, айдалятха, суббота. Но последующие три дня после праздника жертвоприношения, то есть сегодняшний день, воскресенье, понедельник и вторник, они тоже являются праздничными. Их называют днями Ташрика. В эти дни нельзя поститься, в эти дни нужно праздновать. Точно так же, как мы празднуем день разговения, но день разговения это только один день, а дни жертвоприношения праздник. То есть сам день жертвоприношения это один день, но последующие три дня это тоже праздничные дни. То есть четыре дня здесь являются праздничными, поэтому используйте, празднуйте.